Вам хочется в монастырь идти? Благородное желание, очень хорошее. Человеческая жизнь предназначена для Бога. Всё остальное – это просто пустая граба времени. Я не могу вам сказать, куда вам идти, монастырь или нет, потому что на подвиг человека не посылали. На подвиг человек будет сам. Поэтому на ваш вопрос нет ответа. Поэтому я его прочитаю. Саможелание отречения – это высшая кульминация знания. Отречение означает, что вы хотите высшей жизни. Все люди должны хотеть высшей жизни. Это смысл жизни. В этом смысл жизни. Дальше уже из этих слов вы сами сделаете свой момент. Чего вам в жизни нужно? Может быть, отречение в личной жизни будет лучше. Тогда вы найдёте отречённого человека, будет с ним жить. Может быть, это отречение будет без близкого человека. Но будет много тогда близких людей. Некоторые думают, что монастырь означает всё, близкого ничего нет, всё, одиночество полное. И думают, что там тосковь, все в тоске живут. Я знаю, что такое монастырь, потому что я много общался с такими людьми и знаю, что там люди живут не в тоске. Они становятся всеродственниками. И сразу у них возвышенные отношения возникают. И они потом углубляются больше и больше. И такие родственные отношения, как монастырия, если человек действительно понял, что там за жизнь, и он проникся этой жизнью. Ни один человек в мирской жизни построить не может. Там такие отношения, что никогда мы не сможем даже во сне это почувствовать и понять. Никогда человек в мирской жизни, которая пропитана желанием наслаждаться друг другом, не сможет построить таких возвышенных отношений, которые строятся между монастыриями. Это невозможно. Поэтому некоторые люди, они уже имеют вкус к божественной жизни. И они откликаются от них. В наше время это считается признаком психического отклонения. На самом деле, древняя культура, она говорила о том, что это верх совершенства, такое желание в жизни. Но не нужно его имитировать. Вот в этом проблема. Если человек все-таки не имеет такого высшего вкуса в жизни, строит только высокие, возвышенные отношения. Идет туда, то он там просто мучает себя и других. Если уже в сердце там такой высокий вкуса высшей жизни, тогда человек может жить такой жизнью смело. И мне нет никаких страданий, не надо плакать об этом. И думать, что «Ой, я в монастыре пошла в сердце». Хорошая жизнь, счастливая. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok